Всем привет из Франции! С вами Александра. Сегодня мы с вами рассмотрим небольшое место на карте во Франции. Оно представляет большой интерес, потому что оно в виде шестиконечной звезды. При просмотре этого места поближе я приблизила в Google Maps и увидела, что оно очень сильно заштриховано. То есть там что-то явно скрывается. Ну, я сразу подумала, что, скорее всего, это военная база. Но почему такая форма? Обычно военные базы, они не в форме звезды. А здесь прослеживается очень четкая геометрия. И, конечно же, мне захотелось о нем узнать поподробнее. При просмотре улицы, которая находится рядом с этой звездой, потому что в центр звезды попасть невозможно, там все заштриховано. Но при просмотре улицы тоже, как вы видите, все очень сильно заштриховано. И можно рассмотреть только маленький кусочек, где вы видите очень много заборов, много уровней защиты, и вышки там, и антенны. Оказалось, что это база военно-морского флота Франции. И здесь эта база является как бы таким передаточным центром информационным, который передает информацию между подводами и лодками Франции. Самое интересное, что я нашла небольшую статью о том, как небольшая французская группа посещала этот центр. Группа, судя по фотографии, состоит из пенсионеров. Возможно, какие-то, может быть, даже военные пенсионеры, потому что их туда запустили с легкостью. Обычно эта база закрыта. И они вот рассказали, что они видели там антенн очень много, это естественно, и много очень бункеров. Думаю, что эти все бункеры — это остатки древней цивилизации. И самое интересное, что меня впечатлило, что в центре этой звезды находится самое высокое сооружение во Франции. Около 350 метров антенна какая-то, которая, возможно, антенна строения, может быть, антенна башня. Мы не можем сейчас это видеть, но она является самой высокой во Франции, даже выше Эйфелевой башни. То есть, возможно, это был какой-то крупный город в виде звезды, и до сих пор он сохранился. Думаю, всё-таки, что это было древнее строение. Вокруг этой звезды вы можете наблюдать большое множество прудов. В этих прудах они разводят рыбу, и этот центр полностью автономный. Эта военная база полностью автономная для того, чтобы, если вдруг произойдёт какая-то чрезвычайная ситуация, они могут закрыться в бункере. Там есть всё полностью для жизнеобеспечения на очень длинное время, длительное, и кондиционирование, и запасы воздуха, кислорода, а также вот эти пруды с рыбой, то есть они могут разводить рыбу. То есть автономная база, которая может, в принципе, себя и содержать. Также у меня большой вызвал интерес герб, символ этой военно-морской базы. Обратите внимание, здесь изображена русалка, такая же шестиконечная звезда, как и сама военная база, и молнии, молнии, которые составляют тоже шестиконечную звезду из молнии, якорь, верёвка и аббревиатура. СТМ русскими буквами, если произносить, аббревиатура вот этого вот центра. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете, на самом деле это древнее строение, либо это уже новый объект, вот построенный недавно. Судя по информации из статьи, эта военная база была открыта в 1971 году. Расположение тоже вызывает вопросы, почему они именно в этом месте, далеко от моря, построили эту базу. Наверное, может быть из-за того, что здесь это было древнее строение, и на нём просто было проще эту базу построить. Возможно и так, потому что на самом деле эта база находится в центре и достаточно далеко от моря. Что касается большого количества прудов вокруг этой звезды, вокруг этой военной базы, я думаю, всё-таки, что это остатки канала, либо крупной какой-то реки. Обычно города-звёзды, либо крепости-звёзды, они построены вблизи источников крупных воды. Например, море, крупная река какая-то. А здесь вблизи нет абсолютно крупных источников воды, только вот эти вот пруды. Возможно, это и есть остатки канала, который был когда-то вокруг этой звезды. Что вы думаете, пожалуйста, тоже пишите, и мне интересно узнать ваше мнение. На гербе вы можете видеть также название ближайшего населённого пункта. Росни. Судя по фотографиям, это тоже загадочный городок с средневековой архитектурой. Посмотрите, какая красота. Здесь сохранился и госпиталь, и церковь тоже очень красивая. Средневековая архитектура. И посмотрите, какие здесь сводчатые потолки. Это госпиталь этого города. И, наверное, возможно, даже это какое-то подвальное помещение. Очень мощные шестигранные колонны и вот такие сводчатые потолки. Я думаю, что в этом месте хранится множество тайн и секретов. Возможно, мне когда-то и предоставится возможность в архивах найду какую-то информацию. Сделаю, конечно, дополнительно ролик на эту тему. Пока это вся информация, которая есть на сегодняшний день, мне доступная. И я хотела с вами ей поделиться. Судя по старым вот этим фотографиям этой военной базы, здесь на самом деле якобы раньше ничего не было. Не просматривается никакая звезда. Обратите внимание, особенно на этой фотографии. И такое ощущение, что на самом деле они построили эту морскую военную базу в 1971 году. Может быть и так. Может быть до сих пор Франция использует старинные древние технологии строения звездчатых бастионов. Возможно и так. Что вы думаете, пожалуйста, пишите в комментариях под видео. Но лично мое мнение, я считаю, что это все построено на древних фундаментах. И возможно, там есть огромные подземные ходы, подвальные помещения в земле. Возможно, в несколько этажей даже. Если учитывать, что много строений было засыпано землей глиной. Поэтому, я думаю, все-таки они используют древние строения, которых на вот этих старых фото просто не видно. Итак, мои дорогие, надеюсь, это небольшое видео вам понравилось. Пишите, пожалуйста, ваше мнение, теории, предположения. Будет интересно послушать. Передаю привет большой подписчикам. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Чтобы быть в курсе выхода моих новых видео, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем хорошего настроения, хорошего дня, вечера, ночи, либо утра. И всем пока-пока! Продолжение следует...